Какой лес лучше всего? Вот и по так делается. Я сейчас держу в руках кусок пробки у нас этого дерева. Правильно вы догадались. Пробковое дерево или бархат. Не просто бархат амурский бархат. Значит, самая пробконосная разновидность бархата это бархат лавали. Здесь видно, как пробка отваливалась. Это было год назад. Видите, какая толщина с два пальца пробки. Она ежегодно сладится. И ствол становится белым, омолаживается и опять покрывается пробкой. Заметьте, как светло под деревом. То есть самый лучший тип леса. Еще небольшое отступление. Что растет под орехом? Ореховый лес. Спрашивали, что может расти с орехом? Ну, лещина. Ну, шелковица, да? Еще хорошо растет бархат. И образуют такие светлые леса. Мы находимся в дальневосточных джунглях. Вот какой тип леса лучше всего? Лес ореховой полосы. Медоносные орехи. Вот ореховый бархат, ореховый липовый. Вот, видите, такие поляны, куртины, витактинидии, лимонника. То есть уголок дальнего стока удался. Да, здесь где-то около 50 лет этому лесу. И вот бархат лаваля. Еще его неожиданное свойство. Я недавно обнаружил. Он дает и корневую поросль. Вот молодой идет порослевой экземпляр. И в нескольких местах, и порой даже в нескольких метрах от ствола. Даже, возможно, некоторые деревья являются именно пловами. Вот здесь вот эта поросль уже более взрослая. Мы видим, как она достаточно быстро развилась за несколько лет. Еще у бархата мощная способность затягивать раны. Вот этот спил был произведен в прошлом году. И вот он уже рубцуется. Древесина у бархата красивая, такая лимонно-желтая, с темными кольцами. Вот этот спил был не совсем правильно произведен. Он был на отступлении. Его подпилили еще в этом году. И, похоже, он затянется. Представляете, 50-летнее дерево такое масштабное, хорошее. Когда он светет, здесь толкуются пчелы. Потом лады едят с удовольствием птицы. Вот этот спил два года назад тоже был произведен. Засохшая ветка. И вот она уже, в общем-то, еще несколько лет и затянется. То есть его способность, как у дуба, затягивающаяся. Еще бархат хорошо на его кору плетут соляны. Такие, как бересклет порченый. Если мы посмотрим, там дальше есть дерево плющ. Да, вот мы видим, как с волок взял соляны. Ну, еще на нем хорошо растет мок. И даже в развилках, как мы вот здесь видим, могут расти эпифиты. Деревья растущие на деревьях. Вот эта вот рябина решила стать эпифитом. Она заселилась прямо в бархат. И хорошо себя чувствует. Здесь мог бы быть папоротник. На Дальнем Востоке, на Сахалине растет. Многоножка фори. Она поднимается прямо по столам. Дает такие отводки, поросли. Поднимается до 7 метров наверх. Ну, и красиво, конечно, покрывает мох. Мы видим, как лоскуты коры отпадают. Вот прямо. Вот такие вот куски пробки. Ну, а пробковые полы и вообще пробковые изделия где-то незаменимы. Это подставки под посуду и пробковый пол, и стены. И даже делают, что хочешь делать. Орхидеи выращивают прямо на кустах коры. Кто развозит рептилии, это хорошие как бы домики для лягушек и ящериц. Муникально именно какую хорошую среду создает бархат. Бархат там очень хорошо себя чувствуешь. Дерево светлое, более светлое, чем орех дерево. Обратите внимание, какое расстояние между стволами. То есть фактически полтора-два метра, и деревья замечательно себя чувствуют. Ну, 2-3 дерева могут давать полтонны меда с гектара, лекарственного меда именно филадендрон дает.